Состав меда. Мед удивительный продукт, который для людей производят насекомые. Над ответом на вопрос из чего состоит мед. Работали многие ученые. Информация о составе полезного лакомства таит в себе много любопытного. Например, если разобраться в веществах, входящих в пчелиный нектар, то можно узнать из-за чего сладость от пчел такая целебная и почему она хорошо усваивается человеческим организмом. Состав продукта. Состав меда довольно необычен. В целом эта вязкая ароматная масса состоит из водной составляющей сухих веществ. Содержание воды в меде 18-21%. Сухих веществ. Соединение элементов около трех сотен видов. Для удобства изучения содержания меда ученые разбили все полезные для человеческого организма вещества на группы. Среди основных групп органические и неорганические кислоты, углеводы, белки, аминокислоты, минералы, микроэлементы и макроэлементы, витамины и пер. Мед. Обратите внимание, состав меда натурального непостоянен. У каждого пчеловода на пасеке получается продукт, имеющий свой неповторимый вкус и аромат. На физические и органолептические свойства влияет территория, где пчелы собирали нектар, растения, медоносы, погодные условия и пер. Физические и органолептические свойства. Перед тем, как перейти к вопросу, из чего сделан мед, рекомендуется познакомиться с его свойствами. Именно органолептика помогает проверить сладость на натуральность. Среди главных свойств выделяется окрас и оттенок, запах, вкусовые показатели, консистенция. Окрас-окрас, в зависимости от растений, с которых был собран нектар, варьируется от светлого, как березовый сок, желтого, янтарного, светло-коричневого до шоколадного, темного янтарного с салатовым оттенком. Несмотря на широкую цветовую гамму, качественный продукт всегда прозрачный. К исключениям относится пчелиная сладость, полученная из акации. Она часто бывает мутноватой. Запах допускается как повышенная пахучесть, так и нежный душистый цветочный аромат или отсутствие запаха на 80%. У натурального продукта не бывает резкого запаха. Натуральный продукт пахнет приятно. Вкусовая характеристика Химическая формула меда лучше всего демонстрируется органолептически через вкусовые показатели. Ввиду большого содержания сахаров, он обладает насыщенным сладким вкусом с пикантной кислотой из-за органических кислот. Натуральная сладость вызывает некоторое першение в горле. Недопустимо присутствие в меде горьковатого при вкусе или выраженной кислоты. Консистенция Консистенция свежего продукта Кремообразная, тягучая, слабовязкая. Через 60 дней мед начинает засахариваться и выглядеть кристаллизованным. Органические и неорганические кислоты Благодаря присутствию кислот пчелиный нектар обладает бактерицидными свойствами. Он повышает иммунитет и убивает патогенные микроорганизмы. Неорганические кислоты, хлористый водород и ортофосфорное присутствуют в скромном количестве 0,03%. Зато органики насчитывается 0,1%. Химический состав меда Представители органических кислот в меде Молочная, яблочная, лимонная, щавелевая, винная, муравьиная, глюконовая, бире. Дополнительная информация Кислоты консервируют продукт, сохраняя в неизмененном виде все витамины. Аскорбиновую кислоту, сниоцин, ра, ретинол, отбиотин, н, а также витамины группы В. Углеводы в химическом составе Что содержится в меде, основой химического состава является углеродная группа. Это сахара. Их количество в разных сортах составляет от 76% до 85%. Над некоторыми соединениями до сих пор работают группы ученых. Больше всего в составе декстрозы, глюкозы или вулезы, фруктозы. Примерное процентное соотношение моносахаридов в главном продукте пчеловодства 33% и 36%, соответственно. Эти формы углевода обеспечивают людей энергией, повышают работоспособность. В составе меда в сладости есть и другие сахара, мальтоза, сахароза, дисахариды, декстрины, пентозы, наидеры. Интересно. Особенность пчелиного нектара в том, что его углероды просто и оперативно перерабатываются человеческим организмом. Затраты на их переработку минимальны. К тому же при усвоении данной сахара не нуждаются в инсулине, белке и аминокислоте. Многие сладкоежки интересуются, есть ли в меде белок, кавычка и точка. Данные азотистые вещества там присутствуют. Хотя их доля очень мала, около 0,4-1,5%. Большая часть белковых элементов представлена энзимами или ферментами, которые ускоряют химреакции. Самые постоянные энзимы в сладкой массе – каталаза, фосфолипаза, липаза, инвертаза, протиаза, амилаза. В пчелином угощении обнаружены почти все известные человечеству аминокислоты. Эти химические единицы благотворно влияют на обменные процессы в организме, рост. В меде обнаружены почти все известные аминокислоты – ценные минералы, что содержит мед из минеральных веществ. Минералы, а именно микроэлементы и макроэлементы, входящие в химический состав продукта, представляют собой список из 37 веществ. Продукт считается одним из богатейших на данные полезные элементы. Благодаря содержанию минералов, сладость оказывает положительное воздействие на кроветворение, нервную систему, общие самочувствия, работоспособность. Также они укрепляют кости и дарят людям долголетие. Больше всего в продукте калия. Содержание калия в меде составляет 1 третью часть от общего количества всех минералов. Это свойство используют, когда рекомендуют сладость людям, нуждающимся в данном элементе. Некоторые минеральные вещества и их примерное количество на 100 грамм. Меда дополнительная информация. Чем темнее окраска продукта, тем больше в его структуре ценных микро- и микроэществ. Токсины и загрязняющие вещества. Что содержит мед кроме полезных соединений и элементов. Там присутствует небольшая доза цветочной пыльцы, натуральные антибиотики, фитонциды, некоторые полезные гормоны, эфирные масла и пер. Также в продукт могут попасть токсины и загрязняющие вещества. Опасные элементы переносят пчелы с полей, которые были опрысканы ядохимикатами. Насекомые могут доставлять в соты пыльцу с ядовитых растений. К таким растениям относится кустарник рода Дендропонтийский. В его цветах находится токсическое вещество, вызывающее расстройство нервной системы. Ядохимикаты из полей могут попасть в мед. Вероятность проникновения загрязнений продукт повышается, если садовод использовал для строительства ульев некачественные токсичные материалы. Еще одна проблема, когда мед может быть опасен – присутствие в нем антибиотических средств. Антибиотики используют сами пчеловоды, чтобы обезопасить трудолюбивых питомцев от болезней. Обратите внимание, несмотря на вероятность попадания в продукт загрязняющих и токсичных веществ, в случае отравления пчелиным нектаром единичны. Состав меда натурального поражает своей сложностью и идеальностью. Полезный продукт рекомендуется употреблять и взрослым, и детям. Но стоит понимать, что отравление и аллергию может вызвать даже самый чистый и натуральный продукт. Для этого необходимо съесть большое количество лакомства. Сколько меда допускается съедать в сутки? Максимальная доза 90-130 грамм. Лучше всего он усваивается и оздоравливает организм при употреблении 1-2 ложек в день. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова